Приветствую вас, братья и сестры! Давайте сегодня опять поговорим про притечу. Вот в каком ключе. У святого Иоанна были ученики, и ученики эти имели пристрастие к своему учителю. Так, к сожалению, повелось, что к нашему духовному чистому чувству подмешиваются страсти, и хлеб наш нечист. Мы едим хлеб со трубями, в том смысле, что мусор подмешивается в самое святое. И есть очень часто такие ситуации, когда возле святого человека есть ученики, ближайшие последователи, любящие его хорошей любовью, с некоторой долей прелюбодейной любви. Так было у притеч. Вот что сказали ученики Иоанну, когда узнали, что ко Христу идет больше людей, чем к Нему. Они имели некий спор с фарисеями об очищении. Можно подумать о том, что вообще в законе есть много разных способов очищения. В частности, кропиться нужно водой, в которую вложен пепел рыжей телицы, сожженный на жертвеннике, в жертву. И надо было там как-то кропить ею, там это великая святыня, говорится в законе. И нужно было этим очищаться. А Иоанн крестил в воде. И наверняка у иудеев было понятие, что Иоанново крещение больше всех этих законных, обрядовых действий в храме. Так оно и было. Но то не спорили фарисеи с учениками Иоанновыми об очищении и пришли за ответом к Иоанну. И в частности сказали ему, Рави, тот, который был с тобой при Иордании, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему. В этих словах много горечи, много такой ложной любви. Во-первых, они располагают в себе сердце Иоанна таким льстивым обращением Рави. Иоанн не Рави. Он не книжник, он не законник, он не учитель в чистом смысле слова. Он пустынник, он такой подвижник, аскет. И он не зовет к себе учеников, они сами к нему приходят. И они как бы с обидой говорят ему, вот смотри, тот, которого ты крестил, то есть ты выше его. И в глазах людей Иоанн был выше, и Христос у него крестился. Это же не все слышали, что Господь сказал Иоанну, молчи, мне подобает у тебя креститься. Для остальных глаз Иоанн был крестящий, а Иисус был крестимый, крестящий выше крестимого в глазах всякого человека. Говорит, вот тот, которого ты крестил, значит, он теперь крестит на Иордании, все идут к нему. Сколько здесь, видите, такого человеческого, и как тяжело от этого человеческого убежать. Это человеческое пронизывает всю историю церкви, всю историю личную человеческую, все наше бытие, к сожалению, пронизано этим, с одной стороны, благоуханным запахом личности, но с другой стороны, смрадом грехов, которые пропитали личность человеческую, каждую в отдельности и всех нас вместе. Вот, к примеру, смотрите, апостол Павел проповедует Коринфянам и пишет им свое послание. У Коринфян возник спор, кто из них больше, потому что некоторые из них приняли веру от Петра, а некоторые от Аполлос, а некоторые от Павла. И они стали разделяться. Одни говорят, я Павлов, друг говорит, я Кифин, то есть Петров, говорит, я Аполлосов, а кто-то говорит, а я Христов. И Павлу нужно было писать им и специально говорить им, разве Павел распялся за вас? Разве имя Павла вы крестились? Благодарю Бога моего, что никого из вас не крестил, только Стефанинов дом, потому что Бог послал меня не крестить, а благовестить. Вот на хорошем поссорились. И из-за этого доброго повода, что я принял веру от Петра, а я от Аполлоса, я от Павла, но вера-то одна, и дух один и тот же, и дары одни, и крещение одно. Но начали спорить, кто из них лучше, кто больше, превратили в повод к осуждению совершенно святейшее изначальное событие, принятие веры от апостолов. Или же момент из истории Христового жития, когда Господь восходит в Иерусалим, и в его глазах уже стоит исполнение будущих пророчеств, о нем, бывших пророчеств, о его страдании, он идет скончевать, скончевать, значит, исходство в Иерусалиме, на Фаворской горе преобразившись, он разговаривает с явившимся ему Ильей и Моисеем, и они беседуют с Иисусом Христом об его конце жития земного, которое он идет скончать добровольно в Иерусалиме. В его глазах уже предстоит судилище, крест, биение, тяжелое страдание. В это время ученики спорят, кто бы больше из них был в Царстве Небесном. И даже мама двух из них просит, значит, что когда ты войдешь в славу свою, а они уверены, что они идут за ним в его славу, еще мысль о кресте далека от них, она не присутствует, то они просят, чтобы быть им, значит, справа, слева, поближе к нему, чтобы он уделил им какое-то особое место в Царстве Божьем. Это человеческое, совершенно человеческое. И Христу это слушать, наверняка, было так же, как слушать «Распни», когда он был распят на кресте, или там, скажем, «Эй, сойди с креста», потому что это совершенно противные его образу мысли и мысли. Его просят о том, о чем он даже и не хотел бы, чтобы мы думали. Помните, как он гневно Петру сказал «Отойди от меня, сатана, ибо ты мыслишь не то, что Божие, а то, что человеческое». Что, казалось бы, сказал Петр, говорит, «Господи, по милосердствию не должно быть с тобой этого». То есть не должны тебя там распять, отвергнуть, убить и так далее, оплевать. И Господь гневно отвергает эти слова любви Петра, человеческой любви, потому что они не совпадают с планами Божьими. Святой Григорий Богослов говорил, что мы часто даже и молясь, побиваем камнями безгрешного, потому что слова наших молитв бывают тяжелы, как камни, неуместны и несмысленны. То есть мы просим чего-то и оскорбляем того, кто слушает нас. Ну вот такая глубина порчи человеческой. Это мы видим в Иоанновых учениках, в христианах Коринфов, в самих апостолах. Сам даже праздник, например, любимый праздник нами святых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, собор Вселенских Учителей и Святителей, тоже родился из такого испорчи человеческой. Люди спорили, кто из них выше, кто выше, Василий или Григорий, или Григорий или Иоанн, или Иоанн или Василий. Одни готовы были драться за то, что Василий выше всех, а другие готовы были драться за то, что Григорий выше всех, кто лучше воспел Святую Троицу. А третьи говорили, ну какой Григорий, какой Василий, да Иоанн лучше всех. Кто столько проповедовал, кто так нищих любил, как он. И по отдельности, глядя на каждого, в каждого можно влюбиться, потому что величайшие души, благороднейшие люди. Но поспорить-то, значит, удалось людям из-за этого так, что разгорелся огонь в церкви, пожар нестроений. И нужно было вмешиваться самим святителем в эту жизнь, для того, чтобы сказать, что мы равны перед Богом. И празднуйте память нашу вместе, и не делайте, значит, греха, и повод для ссоры не берите из святого. Я с большой горечью говорю об этом, потому что вся жизнь наша, она из этого состоит. Мы прекрасно умеем поссориться из-за хорошего. У тебя хорошее, а у меня лучшее, или у меня хорошее, а у тебя лучшее. И вот мы уже ссоримся, значит, как будто бы у меня плохое, а у тебя хорошее. У обоих хорошее. Пусть у кого-то лучше, но ссориться из этого аж никак нельзя. И нужно иметь очень много мудрости, много такта, терпения, сдержанности, много выдержки для того, чтобы не превращать хорошее в повод для ругательства и из Евангелия не делать дубину. О чём я уже неоднократно говорил, что исхитрившись, без особых таких премудростей, можно превратить благие евангельские слова в повод для того, чтобы со всеми ругаться. Так делать не надо. Иоанн имел дух, отличное от духа своих учеников. Он был гораздо выше их. И поэтому он успокоил их. Он говорит, я вам сказал сразу, что я не Христос, что гряды свыше над всеми есть. Он говорит то, что он слышал и видел. И кто принимает его свидетельство, значит, тот доказывает, что Бог истинный есть. То есть это всё в третьей главе Евангелия от Иоанна рассказывается. И там эти слова Иоанна, в общем-то, последние его слова перед взятием под стражу, перед скорой его смертью. Там он называет себя другом жениха, перед что я слышу голос жениха и радостью радуюсь, потому что ему нужно расти, а мне умоляться. Иоанн знает своё место, он знает свою службу, он исполняет её честно и не переступает положенных ему границ. А вот мы, к сожалению, все за очень редким исключением, исполняя свою службу, переступаем свои границы, лезем не в своё, не понимаем границ чужого, что кому нужно, что кому не нужно, осуждаем невиновных, оправдываем виноватых. Это всё такая обидная человеческая возня, которая не исцеляется, к сожалению, а ещё приходит в большее расстройство от святого. Вот будем думать об этом, братья и сестры, чтобы мы с вами не были похожими на апостолов, идущих за Христом в Иерусалим и спорящих о первенстве, на жителей Коринфа, ругающихся о том, кто из них Павлов, а кто Аполлосов, на учеников Иоанна, завидующих Христу и льстиво подлазящих под глаза Иоанновы, чтобы найти у него милость и поругать того, кому стало хотеть больше учеников. Есть здесь над чем трудиться, есть в чём себя узнать, и есть о чём горько вздохнуть со словами «Господи помилуй». Прощаемся и до скорой встречи. Доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова